Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Это программа, в которой мы встречаемся и разговариваем с интересом с нашими отечественными российскими бизнесменами. Вот двое из них передо мной. Это супруги. Ничего, что я сразу интригу развенчал? Сразу, правда. Хотя, с другой стороны, у вас разные фамилии. Вот это тоже интересно. Это немножко не в тему сегодняшней программы. Но потом вы, если что, тогда за эфиром не расскажете, как так получилось. Так вот, я представляю моих гостей. Сегодня в студии «Бизнес-класса» Юлия Артемьева и Павел Макрушин, основатели сети «Кафе Брусника». Добрый день, Юлия. Добрый день. Добрый день, Павел. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании finam.f. Вы можете позвонить, написать, задать свои вопросы или поделиться собственными мыслями. В принципе, мысли-то, я думаю, здесь роятся уже, потому что мы говорим о нашей обычной жизни. И еще один момент, важный момент, тема сегодняшнего эфира. Следующее. Демократичный бизнес. Демократичный. Можно ли в крупном мегаполисе заработать на недорогом кафе? О как. Ну, я бы, честно говоря, если бы не видел сейчас перед собой моих гостей, я бы сказал, однозначно, нет. И на этом наш эфир закончился бы. Потому что, ну, действительно, это противоречие. Крупный мегаполис, недорогое кафе. Ну, недорогое имеется в виду, да, что продукт, который, да, в этом кафе предлагается посетителям, стоит недорого. Тогда какой-то, на мой взгляд, странный бизнес так возникает. Ну, ладно, я могу ошибаться. Вы мне сейчас все это подробно и расскажете. Итак, еще раз, еще раз. Бизнес-класс. Обсуждаем демократичный бизнес. Юлия, Павел в гостях. Давайте начнем вот с чего. Откуда идея? Идея пришла заняться именно этим бизнесом, Юль? Ну, дело в том, что хотелось сделать какой-то проект, какое-то место, куда каждый человек может прийти и получить что-то приятное. Ну, например, чашечку кофе. Да, до проекта, до проекта, понятно, какое-то время еще проходит, ведь в жизни каждого, по крайней мере, у тебя, я не знаю, там, профильное образование, да, или вы получили на свадьбу, наверное, да? На свадьбу получили хорошую идею. Кучу денег, которые нужно было куда-то вкладывать просто-напросто. Вы вот посидели так, как обычно, знаете, как конверты раздавали, разбирали. Опа, а это куда? А давай-ка мы, Паш, как это было? Еще раз добрый день всем уважаемым слушателям. Хочу сказать следующее, что у нас есть соответствующее образование, у меня их два. МГУ Ломоносова и Высшая школа экономики. И вот именно Высшая школа экономики... А в МГУ у тебя какой? Мехмат. Механика математическая. Это позволяет как-то планировать наши потоки финансовые и как раз сделать бизнес на том, чем других не получается. Так, здорово. Более подробно по поводу наших друзей, наши инвесторы, это наши друзья, мы сразу оговоримся, что этот проект достаточно большой. Мы задумались сделать сеть, вот, и первое место, о котором сейчас Юля расскажет, это тест, это флагманы, магазин. И мы, это люди, это основатели, которые придумали это место, придумали концепт и запустили его в работу. И сейчас уже можем с уверенностью сказать, что это бизнес, который зарабатывает деньги. Это работает, да. Я для слушателей скажу, у меня вот есть шпаргалка, здесь написано. Кафе Брусника работает в тестовом режиме с августа 2013 года. Со второй половины августа 2013 года. Ну, бог с ним, со второй, с первой, я не знаю, с третьей половины. То есть прошло август даже, посчитаем август, август, сентябрь, октябрь на 4 месяца. И вы уже вышли на рентабельность. Ну, давайте попросим наших уважаемых слушателей позвонить с Моросейки и сказать, кто к нам ходит. И вы знаете, с момента, как мы пришли, не могу сказать, конечно, здесь какая-то связь, но площадка хлебносущная сдается. Слишком большая конкуренция позволяет... Я представляю, кстати, Моросейка, там все это просто... Да, там просто все утыкано, на самом деле, разными кафе. Вот, и мы, в общем-то, не случайно взяли такую проходную улицу, насыщенную практически всеми игроками рынка, для того, чтобы проверить свои силы и посмотреть, насколько мы конкурентны на таком серьезном рынке. И Киевы, конечно. У нас хорошая площадь, действительно. Хорошие... 213 метров. 213 метров и огромные витрины окна, и это памятник культурного наследия, построенный в 1800 каком-то там году. 30-м. Да, 30-м. Спасибо. Это первая линия, да, я так понимаю? Да, это первая линия. Это первая линия, я представляю. Храм проехали вот слева, да, и мы поехали к Садовому. Все верно, вот на этой улице, 4 шоколадницы, 2 кофе-хауса, 2 теремка, Макдональдс, 2 палочки, Был хлеб насыщенный? Волконский, хлеб насыщенный, Жан-Жак, через дорогу все от нас, и еще 5 ноу-нейм. Вот там нету места, которое не общепит. Заметьте, вот зачем, каким людям голову взбредет, кроме, наверное, нас, открываться именно в таком месте? Ну, Паш, ты сам ответил на свой вопрос, каким голову взбашеном, наверное, немножко. Вот, чуть-чуть рискофилом, как называется, то есть в экономике. И здесь важный момент, что инвесторы — это наши друзья, которые знают нас по другим проектам, и сразу сказали, что… Поверили в этот проект. А были другие проекты? Были другие проекты, не хотелось бы называть их, они касаются больше ритейла, это одежный бизнес, немного ресторанов. Одежда, да, первых линий, но вот именно после такого бизнеса и хотелось сделать какой-то такой добрый человеческий проект, куда вот можно каждый день зайти и что-то поесть вкусненькое. Мы просто всегда думаем о бизнесе, не как о денежном потоке, или, как принято говорить, NPV, то есть net present value, когда ты думаешь о том, сколько у тебя будет денег через год, через два, через три и так далее. Нам хотелось с Юлей сделать что-то, чем мы будем гордиться. Тебе после высшей школы экономики не пристало такие вещи говорить о технической. Ну, я верю в то, что независимо от политической конъюнктуры, есть понятие честный бизнес, это производство. Мы с Юлей здесь абсолютно одинаково мыслим. Когда ты делаешь производство, у нас мармелад, кофе, ну, ладно, кофе, мармелад, все булочки, включая карасаны, все, любая выпечка, любое, даже варенье, морс, смузи, мы все делаем сами. Ну, не мы сами, но... У нас большое производство, и это позволяет нам отталкиваться не от цены сравнительного анализа, а как у других. Вот в Волконском стоит в 2,5 раза дороже, чем у нас. Мы смотрим нашу себестоимость, мы смотрим нашу экономику, наши операционные издержки, мы понимаем, что этот проект долгий, он не на один сезон, это, дай бог, нам много лет. Ну, а тем более, если это сеть, да? Да, и мы смотрим, какую минимальную цену можем поставить нашим клиентам. Или вначале мы сделали, например, там... Ну, и сейчас, собственно, может быть, чуть позже пробежимся по суммам. Обязательно по суммам пробежимся, давайте к концепции, Юля. Но в целом мы верим, что это такой добрый бизнес, который просуществует долго. Здорово. Формат нашего кафе, в общем-то, отличается от других. У нас можно быстро, вкусно, недорого поесть. В чем отличие? У нас большая 11-метровая белоснежная витрина, в которой, собственно, выставлены все наши чудеса, которые каждый день готовятся. Ну, это вот фишка, я так понимаю, да? Если мы говорим о концепте, да? Да. Человек, он заходит, берет номерок электронной очереди, то есть он дальше уже ни с кем не спорит, кто был первый, кто последний. Электронная очередь в банках, я видел, да, в наших сетевиках. Да, дальше выбирает то, что он хочет, продавец все взвешивает, да, консультант. Рассказывает обо всем. Вот, и отправляет уже на кассу, ну, и дальше человек может наслаждаться едой и красивым интерьером. У нас не одна касса, а две, но планируется даже третья, потому что люди сразу поняли, что здесь можно вкусно и недорого поесть, не понимают, что происходит, почему такие цены, и возвращаются, и возвращаются. И тут у нас уже в час пик у нас вторая касса не справляется. Мы это очень рады, а слава богу, что называется. В чем, Паш, я подумал, и возвращаются. То есть, вот только что пообедал, вышел, так... А многие возвращаются, действительно. По сторонам, а что было-то? Пойду-ка я еще раз. Завтракают, обедают, вечером берут с собой еду на вынос. Это тоже, да? И вспоминают вечером о бруснике также, да. И причем интересный формат, надо отметить, что у нас завтрак, это полноценный завтрак, очень недорогой. Обед, это полноценный обед, где у нас... Ну, как принято, да? Первый, второй, третий и компот. То есть, мы отличаемся от, допустим, какой-нибудь кофейни, где можно получить только пластмассовый салат, да, какой-то разведенный суп. Ну, не пластмассовый, а салат в пластмассовой таре, наверное, так. Ну, это так мы его ласково называем. Ужин у нас нечто особенное. Дело в том, что у нас немножко меняется освещение. Мы... У нас есть винный бар. Мы против крепких алкогольных напитков. У нас, конечно, не курят. Но при чем при этом мы приверженцы всего красивого, вкусного. Мы очень любим покушать сами. И вечером у нас проходит в том числе дегустация. Вот в эту пятницу у нас был наш друг из компании Кабота. Представлял свою винную линейку. Вот. Заметьте, мы берем прямые поставки от Италии. Мы именуем поставщиков, которые делают свою наценку. И получается, что у нас... Баш, Юля, вы так вкусно рассказываете, что мне самому захотелось просто-напросто. Давайте мы прервемся. Но не на обед. Новости послушаем. Потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в студии Юлия Артемьева и Павел Макрушин, основатели сети кафе «Брусника». И тема нашего эфира «Демократичный бизнес. Можно ли в крупном мегаполисе заработать на недорогом кафе?» Еще раз я напомню. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Юля, ну, в продолжении о концепции... Так называем, хорошее слово такое. Почему «Брусника», кстати? А, «Брусника». «Брусника» — хороший вопрос, потому что читала книгу Ивана Шмелева. Хорошая такая книга. И там, в общем-то, глазами маленького ребенка рассказывается о том, как продавали продукты в охотном ряду. Изобилие грибы, сухие ягоды. Ну и среди ягод, конечно, была брусника. Ягода, согласитесь, необычная, яркая и горькая, и сладкая одновременно. Ее добавляли, как ни странно, во многие продукты. То есть это были блюда и сладкие, и всякие сайки, и пирожки, и капуста с брусникой. И вот так она хорошо и ярко звучала. Наверное, это просто наше отношение к еде восторженное. Вот там было восторженное отношение. И у нас сейчас. Такое же восторженное отношение к еде, как в этой книге. Кстати, Паша говорил о том, что... Лето Господь книга. Да, да, да. И производство, ну, знаемые писатели, да, такого? И производство, да, и в том числе и варенье, ты говоришь, да, и прочие вещи. Да, у нас ассортимент обширный. Если я сейчас назову цифры, то вы, конечно, немножечко не поверите даже своим ушам. Я уже привык. Более 350 позиций в ассортименте. Более 230 это, собственно, еда. Более 120 позиций это напитки, включая винные. От нашего производства это морс, это смузи очень вкусные. Ну и другие. У нас молочная продукция представлена. Много что есть. А брусника, вы знаете, вот, наверное, мы не такие, как все. Мы, у нас есть ряд преимуществ, я даже готов их сейчас... Обязательно. Обязательно. У нас можно получить полноценный обед, которого нельзя найти в обычных сетевых проектах и кофейнях. У нас очень дешево и дешевле, чем в любом другом ресторане, где можно заказать бизнес-ланч. У нас не нужно ждать официантов, у нас их просто нет. Поэтому вы экономите свое время, а в мегаполисе время это самое дорогое, что есть. А вы можете оценить еду на вид до того, как ее заказали. Представьте, вы заказываете разочарованный, когда вам приходит не то, что вы ждете. А тут на витрине все готово уже лежит. У нас полезнее однозначно, чем в каких-то сетевых фастфудах. Не буду говорить какие-то названия конкретные, все наверняка знают, о чем я говорю. У нас даже круассаны на сливочное масло готовятся. И мы не экономим на себестоимости, так как проект долгий. У нас не просто чисто, у нас очень чисто. У нас очень красивый интерьер. И вот об интерьере я хотел бы попросить Юлию тоже рассказать отдельно. Поподробнее, да? Да, поподробнее. На самом деле ремонт был сложным, потому что здание у нас очень старое, 1830 года, как мы говорили. И это напоминало отчасти какие-то раскопки археологические. А до вас там кто-то был? Да, был магазин подарки, который там долго существовал. 15 лет. Во время ремонта откопали комнату, нашли старые гири. В общем, много чего было интересного. Клад, клад, загоценные монеты. Если слушает нас наш уважаемый арендатель Борис, то Борис, клад мы не нашли. Я уже говорил об этом. А он не верит. Он не верит. Мы по яльникам приезжали и говорили, признавались. Он говорит, признавались. Я же сам его, да, Борис, я сам закапывал клад. Куда нет? Клада нет. Да, целая была история с потолком. Мы долго очень думали, как оформить. И в общем, в итоге теперь на потолке у нас столетние доски. Это не декор, это именно действительно реальные перекрытия. Ну, там, да, деревянные, конечно. И на интерьере мы не экономили. Мы заказывали итальянскую хорошую мебель. Это компания Pedrali для нас делала заказ. Лидер на Миланской мебельной выставке. Да, также витрина Кастан французская. Также это лидер-производитель витрин. Номер один в мире. У нас профессиональное освещение магазинное. То есть не просто какие-то люстры повесили, а именно выделяли светом витрину. Металлогеновое освещение для ритейла профессиональное. Так у нас есть хороший опыт в ритейле. Мы перенесли его в том числе и на магазин-кафе. Вот заметьте, у нас не кафе, у нас магазин-кафе. У нас нет официантов. Ну, извините. Ну, собственно, в общем-то, да, мы не только в интерьере относимся к нашему месту, как к магазину и других вопросах. Например, стараемся всегда анализировать какие-то слабые позиции, всегда их вычеркивать. То есть у нас существует ассортиментная матрица. Извини, я перебью. Извини, ты говоришь, мы не только в интерьере относимся к нашему кафе, как к магазину, но мне так показалось. Все же интерьер магазина, он более официальный, может быть, да? Может, слово не совсем уместное, но понимаешь, о чем речь. Это лицо, вот. А интерьер, извини, интерьер магазина более официальный. А интерьер кафе и ресторан, ну и общепита, да, он такой более домашний какой-то. Здесь вот хочу отметить, что я придумала уникальное решение мебельное с такими брусками деревянными. Да, я вот все-таки хочу поспорить. Давай поспорим, давай, с удовольствием. Магазин, мне кажется, отличается прежде всего профессиональным оборудованием. То есть именно предназначенным для торговли. У нас витрина предназначенная для торговли, у нас свет предназначенный для торговли. На очередь. Вот, но, конечно, у нас уютное достаточно место. Ну вот я об этом и хотел. Ну представь, вот я захожу в магазин, не важно, чем он торгует, да, Паш? Понимаешь, торгует ли он одеждой, торгует ли он круассанами на чистом сливочном. Да, да, все верно. Баю, между прочим. Но пошло дело. Так вот, я зашел в магазин. Покушать я зашел в магазин, и мне как-то сразу неловко стало, потому что я зашел покушать в магазин. А с другой стороны, я зашел покушать в кафе. Ну у нас, слава богу, у Юли все со вкусом в порядке. Кстати, отмечу, что дизайн выполнила моя супруга, и у нас очень интересное решение, и ощущение, витает что-то в воздухе, как говорят, есть атмосфера. Именно поэтому людей вечером даже больше, чем днем. Мы были удивлены даже, к какой-то степени, что мы рассчитывали на дневную выручку и на утренние завтраки. Это есть, но вечером людей не заставить. Они приходят парочками, садятся цветочками. У них вечер, они пьют вино. Только в месте, где есть какая-то атмосфера, энергетика, такое возможно. Согласен, согласен, согласен. Да, ну, наверное, это еще и благодаря вину, и действительно неплохой подборке этого вина. А главное, невысокому коэффициенту наценки на это вино. Ну да, и на вино, на всю продукцию. Если сравнивать даже на той же улице. У нас в два раза отличается цена. Да, в два раза. Вот у нас графин вина стоит 300 рублей, это 0,5 на двоих, это три бокала. У нас стакан красного вина сухого, отличного, который я рекомендую всем, стоит 180 рублей. Вообще в Москве по 500 рублей. Паш, не продолжай даже. Какие-то страшные цифры ходить. Ты вот как экономист. Ты не чувствуешь, что ты активно демпингуешь, я бы так это назвал. Ну, слава богу, мы пока не конкуренты ни для кого. Скорее, для нас все конкуренты. Вот, ну подожди, ты сам сказал, вот моросейка, да, и слева, справа, слева, справа, да. И вдруг вы такие белые все. В локальном месте. По 300 рублей за 0,5. И как же вы не конкуренты, скажи мне, пожалуйста. Ну, слишком много там мест для того, чтобы мы конкретно были конкурентами для кого-то. И людей, слава богу, хватает. Там самый большой трафик в Москве. Здесь я не знаю. Но я говорю в глобальном смысле на уровне мегаполиса. У нас что, у нас одно кафе. Ну, когда у нас будет 100 кафе? Еще время пройдет. Мы живем, увидим. Вот, и мы занимаемся собой. Мы не смотрим, мы не оглядываемся вокруг. И мы занимаемся производством. С утра до вечера мы занимаемся тем, чтобы качество нашей продукции улучшалось. Вот, и как бы кажется даже нелогичным, что производство находится там же на моросейке. Кажется, зачем ты такой дорогой площади брать там же производство. Да, безусловно, когда мы будем открывать третье место, производство будет уже в Подмосковье. Мы его вынесем, как и все. Но здесь локально... Да, оно будет работать на три сразу точки, правильно? Все верно. А далее будет на три, на четыре, на пять, на десять и так далее. То есть операционные издержки с каждым местом, они уменьшаются. Да, но в данный момент кухня, которая находится на моросейке, позволяет нам очень быстро менять ассортимент, вычеркивать слабые позиции, добавлять что-то новое, оттачивать формат. Как вы узнаете, что она слабая? Есть такое понятие в экономике АБЦ, XRZ-анализ, если кому-то интересно, могу рассказать. Но это как раз опыт нашего ритейна, когда мы занимались управлением большого... Паш, извини, пожалуйста, с удовольствием мы послушаем, обязательно расскажи. Мы сейчас прервемся, у нас рубрика «Вне времени». Слушаем ее, а потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Мы сегодня говорим на тему демократичного бизнеса. Можно ли в крупном мегаполисе заработать на недорогом кафе? И у меня в гостях Юлия Артемьева и Павел Макрушин, основатели сети кафе «Брусника». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании finam.fm. Уважаемые слушатели, вы можете позвонить или написать нам на сайте со своими вопросами и предложениями. По поводу демократичности все же, да? Ну вот если отвечать именно на вопрос, можно или нельзя заработать на демократичном таком месте, то нужно отметить, что для нас важен оборот прежде всего, а не высокая цена. То есть, конечно, есть места, где чай стоит 400 рублей, а посетителей там всего несколько. А у нас много посетителей, но, например, чайник чая стоит 60 рублей. При условии, что у нас 22 позиции чая, и чайный поставщик в полтора раза дороже. Ну давай, опять я к экономисту все-таки обращусь. Ну давай, действительно, математика простая, да? Там два посетителя по 400 рублей, здесь, здесь, и примерно одно и то же. Но при этом там два посетителя, там чище, там спокойнее, там меньше персонал задействован, там еще какие-нибудь плюсы. А у вас вот так, вот так, вот так, а на круг то же самое. Ну, можем сказать следующее, что если рассматривать в разрезе экономики этот проект, project, если правильно говорить, то все очень просто. Основная проблема в Москве, да не только, наверное, в Москве, это площади, их мало, вот, но это высокие операционные сдержки, аренда, очень высокие. У нас в Москве самые дорогие. Вот, вот, так ты не добавил, да, это проблема номер один, это площадь, их мало, и они баснословно дорогие. Есть понятие оборачиваемости стола, то есть если человек приходит и на развалку садится, у него огромный диван, на котором он может сидеть, и три часа разговаривать, и курить кальян, да хоть за 5 тысяч, хоть за 10, неважно. А у нас должно проходить чек одна минута, понимаете, и оборачиваемость стола максимум 20 минут. Вот, мы за этим следим, как мы можем это управлять. У нас очень неудобные скамейки, они очень красивые, но очень неудобные. На них неудобно сидеть, они жесткие. Браво! В некоторых углах у нас есть подушки, но на нем нет. У нас громкая музыка, мы научились управлять Wi-Fi, он когда нужен, когда он не нужен. У нас розетки включаются-выключаются в мгновение волшебной палочки. А вот, у нас освещение достаточно хитрое, мы можем сделать ярче или темнее, зависит от этого. Люди то ли приходят, то ли им некомфортно, они быстрее уходят. И очень важная позиция, хочу отметить, это наша фирменная брендовая упаковка, которая является нашей рекламой. У нас уже переход прошел, что четверть всего оборота идет на еду на вынос. Люди говорят, да, да, у вас очень вкусно, но сесть вообще негде. Мы взяли с собой там в офис и все. Мы говорим, ну конечно, и мы вам еще и подарки за это сделаем. У нас большой проходит оборот по еде на вынос, причем без доставки. От нашего места до Кремля километр и до Курского вокзала тоже километр. В этом километре можно, наверное, всех поймать, кто хочет дойти пешком. Поэтому вот в чем секрет. Оборот. Низкая стоимость и оборот. Вот как писал хорошо Эмиль Золян. И вкусно. Дамская часть, если кто-то знает, эта книжка замечательная. Надо смотреть не на конкурентов, какая у них цена, а надо думать о том, как снизить свои сдержки на всем. И на высоком овороте зарабатывать. Радовать наших клиентов высоким качеством продукции по минимальной цене. Кстати, мы закончили на том, что как мы занимаемся управлением ассортиментной матрицы. В отличие, наверное, от многих кафе, игроков на рынке, мы знаем, что такое ассортиментная матрица. Мы категорийно рассматриваем эту матрицу в разрезе. Не только позиции, такие как горячая, холодная, сакузки и так далее. Но еще и позиции прикасовая зона. Как вы знаете, в Макдональдсе так говорят. Вам пирожок или вам картошку фри. У нас проходит правильное обучение, у нас очень сильный менеджмент по операционный директор. И мы увеличиваем бороться с точки зрения еще и той, что мы предлагаем клиентам продукцию на вынос всем. И как-то стимулируем эти продажи. Говорим о том, что у нас специальная акция на те позиции или на эти. На новые позиции у нас тоже проходит скидка. Мы об этом заявляем. И особенно важно, что у нас очень много появилось постоянных клиентов, которых мы видим несколько раз в день. И мы стараемся работать именно на людей, которые находятся в радиусе двух километров от нас. Живут, работают или по каким-то причинам часто приезжают на Моросейку. Поэтому мы стараемся всегда внимательно очень отслеживать качество. Наверное, все стараются, но мы особенно. Чтобы люди, которые пришли к нам однажды, никогда уже от нас не уходили, приходили к нам всегда. Так говорить сложно, конечно. Мы будем стараться, но все вольные, никого не заставишь покупать именно у нас. Мы за конкурентный бизнес, если у кого-то получится снизить издержки, сделать лучшую цену по отношению к нам, мы будем счастливы от того, что мы выразиваемся вместе с ними. Может быть, и даже от нашей маленькой компании кто-то научится чему-то тоже. А касательно того, работают или нет, наша задача в радиусе километра охватить всех, кто часть жизни проводит вот в этом радиусе. Это могут быть и офисные сотрудники, это могут быть и жильцы домов. Нам приходят старушки очень симпатичные. Вечером у нас скидка минус 20% после семи, поэтому они приходят, что-то покупают, им нравится. И мы не меряем наших клиентов кошельком. У нас ходят достаточно обеспеченные люди и студенты, действительно, пенсионеры. И это здорово, что наш продукт, он по карману каждому. Здорово. Давайте, кстати, поговорим, видимо, с одним из ваших клиентов, может быть даже. У нас есть звонок. Вадим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. А у меня такой вопросик, тоже, ввиду небольшой бизнес, может быть. А сколько арендов у вас 200 метров в центре, это безумно дорого. Ремонт, я так понимаю, тоже очень дорого вышел. И у вас повара должны быть, наверное, профессиональные. Вот хотя бы на эти, вот больше цифр. Спасибо, Вадим. Спасибо, извините. Я отвечу на этот вопрос. Про поваров там еще, да, третий вопрос был? Ну, наверное, про производство, про профессиональную команду. Скажем так, да, дорого. Да, мы не имеем каких-то дополнительных субсидий и возможности взять площадь, как некоторые, бесплатно, или в Москву наследи, там что-то. То есть вы арендуете по рынку. Короче, это рыночная ставка. Мы не будем даваться подробностям, но если провести минимальный срез, понятно, что это рыночная стоимость. Никто бесплатно такую площадь не отдаст, никогда. Что мы смогли добиться, это долгосрочная десятилетняя аренда по неувеличению сильнейшему договору в рублях. Он индексируется очень слабо, поэтому, может быть, сейчас мы не выиграем, но через пять лет, поверьте, мы выиграем от этого. Вот, у нас преимущественное право по аренде и через десять лет. И у нас, надеюсь, сложились хорошие отношения с арендодателем, который видит нас партнеров, а не тех, на кого можно... Это тоже важно, это такая специфика российского бизнеса. Действительно, надо... Я советую всем... Личные отношения. Предпринимателям, несмотря на то, что у нас может быть не такой опыт, как у многих серьезных компаний, если стараться уж не получить лучшую ставку сейчас, если думать о завтрашнем дне, то стараться запомнить, что есть понятие каникулы. Мы... Каникулы никто не дает, или дают минимальные каникулы. Если это место хорошее, на Мясницком не вообще сказали. Нету каникул. Вот, но как сделать собственник, или даже топ-менеджмент. Вот, например, я генеральный директор. Я ночевал там, вот, и подгонял всех палкой, а последние сутки трое не спал. А в это время, ну... Ну, подгонял ты имеешь в виду к открытию, да? Конечно, конечно. Заканчивали ремонт. На самом деле мы очень быстро сделали ремонт. Фантастический срок. Ну, если Паша там жил практически, естественно. Многие там растягивают этот процесс на полгода удовольствия. Чтобы нам здесь еще такое сделали. Давайте еще походим, помечтаем. Да, и ремонт мы делали без дизайнера. Потому что, когда мы стали встречаться с некоторыми агентствами, то мы поняли, что если мы будем с ними, то это будет надолго точно творческий процесс. И плюс это вопросы по взаимным интересам. Конечно, когда идет ремонт, это большие финансовые потоки, все об этом знают. Они лучше контролируются, если ты делаешь это лично, без каких-то посредников и советчиков. Значит, мне ничего никуда не утекало. За ремонт отвечала полностью Юля, потому что она полностью справилась, а я с своей стороны контроль держал по операциям на этапе, чтобы ничто не замыкалось на нас. А в части бизнеса такой ставки... Ну, смотрите, да, мы платили депозиты, как и все, наверное, но мы взяли договор на 10 лет. Да, ставка высока, но, поверьте, нужен оборот, а не ставка. Ну, допустим, условно говоря, есть ставка какая-то, какой-то бизнес. 0,5, 1, 1,5. Условно, так скажем. Три бизнеса, да? Три бизнеса. У одного 0,5, у одного один 0,5. Ну, поймите, если оборот будет 6 или 9 единиц, неважно чего, то тут уже не так важно, 0,5 это или 1. Нужно думать о другом. О том, чтобы построить сеть, которая по операционным затратам в совокупности дает оптимизацию за счет производства. Следующее место мы уже будем брать не 200 метров, а от 80 до 120, квадрат ровный. Там не будет расходов на производство, там не будет поваров, там не будет инвестиционной составляющей по оборудованию. У нас все будет возиться два раза в день. В 5 утра, когда пробок вообще никаких нет. Никто не ездит с мигалками. Надо просто пораньше вставать, не лениться. Вот, и взять квадрат 100 метров, здесь посильно делать оборот, достаточно высокий, зарабатывать. Конечно, старт для всех большое напряжение, он тяжелый, инвестиционный также. Но очень интересен, придает какого-то драйва, да. Заряжает энергией такой старт. Стараться нужно экономить. Плитку итальянскую, мы 30% скидку. Две недели выбивали. Ничего. Выбили. Выбили, да. Водитель, кстати, сам нам привез, и все остались довольны. Зато мы не взяли какую-то российскую, очень высокого качества. Перекладывать бы пришлось. Все важно очень искать. То есть всегда выбирать среди чего-то и чего-то, и выбирать лучший вариант. И по цене, и по качеству. Не лениться, не идти какой-то проторенной дорожкой. Кстати, тоже вот смотри, это вещи-то такие, ну, может, если не передоксальные, то взаимоисключающие. С одной стороны, время у вас ограничивает, потому что надо открываться. А с другой стороны, Юлия говорит, надо выбирать, давай еще посмотрим, как это все. Ну, мы старались подготовиться. Что-то мы заказали заранее. Например, мебель и витрины шли достаточно долго, потому что они шли из Италии. И, естественно, заказ был размещен чуть раньше, чем мы начали работу по демонтажу помещения. Ну, есть понятие сетевого графика, слава богу, все им пользуются, есть понимание дедлайнов по всем процессингам. Нужно просто знать, где и когда у нас крайний срок по принятию решения. Если мы выбрали, нам нужно выбрать плитку. У нас на это две недели. Но можно, на самом деле, за один день все выбрать. Юлия, слушай, тебя улыбаются, я ее понимаю. Убедительно как, да? Ну, на самом деле, я еще была на девятом месяце беременности. Да ты что, боже мой! Надо было скорее ехать в роддом, скорее закончить ремонт. Юля, вот самым... Ну, вы просто герои, я вам хочу сказать. В конце Юлия родила, а мы там через две недели открылись. И, конечно, у нас было два проекта. Два маленьких ребенка сразу. Надо было какие-то вопросы, что важно, с точки зрения экономики, замкнуть до родов. То есть Юля накануне там выбирала, а уже следующий день она родила, и все. Дальше она не могла ее занимать. Дальше я на операции... Ну, так что был один секрет, да? Секрет был. По ускорению ремонта. Ну, и надо сказать пару слов о наших инвесторах. Это очень люди мудрые. Вот, это наши друзья, и мы с ним, как старшим товарищем, можем обратиться с разными вопросами. И даже когда возникают моменты не штатные, они возникают у всех на старте. Да, моменты сомнений. Вот наши друзья с пониманием относятся к вопросам, что очень важно. То есть это не формальный вопрос-ответ, это все-таки понимание, как лучше для всех. В первую очередь, конечно, для брусники. И, значит, лучше для них и лучше для нас, для всех. То есть, в первую очередь, для бизнеса. Для бизнеса. Конечно, все для бизнеса. Конечно. Все для бизнеса. Да, и пару слов о нашем топ-менеджменте. На этапе даже вот этого кафе, ну пусть оно небольшое, я понимаю, но мы взяли очень сильного операционного директора. Это человек, с которым мы какое-то время и ранее развивались. Это Мария Отдельнова. Вот, у нее сильнейший опыт, мощнейший. Она в том числе и в Luxor долгое время, ну, какое-то время проработала, проработала в других сетевых проектах. А о поварах мы расскажем чуть позже. Да, мы сейчас как раз точно, Юль, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим эфир. Итак, продолжаем эфир, уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня тему демократичного бизнеса. У меня в гостях Юлия Артемьева и Павел Макрушин, основатели сети кафе Русника. Юль, Паш, вы очень введительны, судя по всему, ну, судя по многому, и судя по тому, что Вадим вновь сейчас у нас на связи. Вадим, еще раз добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я знаю, что если вы хлеб печете и булочки, то используются яйца, да, обязательно. Конечно. Но это целый человеческий процесс, это целый цех. Да, все верно. То есть там яйца отдельно моют, специальная комната там, яйца взбивают, это отдельно, то есть если по госту все вот использовать. Мы же не живем по госту, Вадим, к сожалению. Ну вот, да, если вы используете, как бы, я знаю, продают французские булочки мороженые, то есть они разогреваются в печи, и как бы, то есть вы используете полностью, вот. Да. Ну, есть такой момент, все стоит своих денег. Я вот, например, цветами занимаюсь, и, ну вот стоит там, основная цена какой-то розы, вот она стоит там 40 рублей, вот все, что дешевле, все уже не того качества. Вы, наверное, 7 цветов покупаете. Вот по поводу цветов тоже можем посоветовать. По поводу цветов тоже можем посоветовать. Ну, отвечая на ваш вопрос, да, Вадим, я понял, давайте я отвечу. Я просто знаю, что, ну, как бы, насколько демократичны тогда цены. Ну, как ни странно, получается дешевле, чем если закупать у вот этих одноименных компаний. Всем известны компании, которые поставляют, в том числе, в Азбуку вкуса, в Глобус, Гурма и так далее. С чем связано с тем, что закупается эта продукция свежезамороженная во Франции, в Испании, в Италии. И на месте только размораживаются. Все очень просто. Дело в том, что нету производственного цеха, нет возможности привозить ее в машинах, потому что, когда свежая выпечка, это вкусно, это пахнет невероятно. Поэтому ставится печь, обучается человек, чтобы включать печь и выключать, вынимается свежезамороженное, то, что же готовое, и продается. Высокая наценка не получается, а стоимость розничная потрясает свои... Да, на самом деле, получается, что все равно этот хлеб стоит очень дорого. Вадим о технологиях заговорил. У нас есть и тесто раскатка, и тестомеска. Мы очень серьезно подошли к вопросу открытия пекарни кулинарии. У нас пекарни кулинарии, у нас все готовятся своими руками. У нас сильнейший штат поваров. У нас люди есть, которые работали в Хлеб Инко с французами при открытии еще два года. А вот с двумя людьми, которые привезли из Франции. Учили печь вообще хлеб с нуля. Мы печем любой хлеб от Бородинского и Чайбаты до, не знаю, багетов. Всех разных булочек. Багетов, круассанов вкуснейших. Вообще, тут нужно сказать, что у нас действительно очень хороший шеф-повар, который собрал замечательную команду. Они справляются с огромнейшим количеством блюд. Вот мы сегодня как раз готовились, когда считали, сколько у нас на сегодняшний момент блюд. 235 блюд различных в витрине представляют. Это еды, да. И около 120 различных напитков. Шухрат Алимов, наш дорогой шеф-повар, который, между прочим, очень талантливый человек. Не только на кухне, потому что стартап мы делали именно с ним. И многие вопросы делали бок о бок. Расскажи про нарисованную витрину. Да, у нас там, в общем, кривые стены немножко. Ну, то есть помещение... Сильно кривые стены. Да. Квадратно, неровно такое. Немножечко в какую-то сторону гуляет. Пропеция, да. И когда уже сказали витрину, нужно было представить, как она встанет в этом помещении. И Павел сказал, Шухрат, нужно нарисовать мелом витрину. Полчаса вам даю, сейчас вернемся. Да, витрину на полу. Он до миллиметра нарисовал эту витрину. Вот, у нас, в общем, был уже такой смех нервный. Она неровно совершенно садится. Он нарисовал на полу ее? Да, он нарисовал в точном масштабе, на полу, витрину мелом. Она непростая, она П-образная, закрепленная. Там еще как-то и совершенно непраллельно стену идет, что удивительно. Он сделал это с блестящей. Вот на этом месте, как раз, она и стоит сейчас. Это разговор о том, что Шухрат обладает многими такими качествами уникальными для шеф-повара. Это чистоплотность, это честность абсолютная. Он хочет вместе с нами развиваться, развивать свою семью в том числе. Он, мы не скрываем, он не русский. Вот, но при всем при этом мы поняли абсолютно точно именно в этом проекте, что здесь вот часто возникает вопрос национальности в Москве, что неважно, француз, итальянец или как кто-то другой. Все зависит от человека. И мы очень горды, что мы работаем вместе с таким человеком. Согласен, согласен. Но, тем не менее, опять-таки, вот и к вопросу Вадима давайте. И сейчас вы о шеф-поваре вспомнили. Все это профессионалы. Технологии, да, вы говорите, мы не согласны на компромиссы, мы вот все от и до. Вадим собственный пример даже привел, да, он цветами занимается, говорит, все... Он не производитель, он перекупщик, торговец. Вот цветами, да, по поводу цветов. Нет, ну, позади, вот 40 рублей он назвал, да? Он торговец, он продает, он покупает за рубежом. Он перекупает. Ты имеешь в виду, если бы он выращивал сам, да, то он мог бы и дешевле 40 рублей. Пускай берет землю в Подмосковье. Но я, условно говоря, конечно, не занимаюсь. Ну, понятно, просто. Делает там теплицу. Делает проджиг, делает теплицу и продает, если без стоимости, у нее будет, наверное, рубль этого, ну, я не знаю. Или берет напрямую из Голландии, а не там у нас где-то на цветочной базе. То есть все достаточно просто. Мы занимаемся производством, мы производители. Мы круассаны производим. Если мы перекупали круассаны, была другая цена. Ну, подожди, Юля, извини, пожалуйста. Паш, ну, я все понимаю, пожалуйста. Ну, вы занимаетесь производством. Уровень этого производства ты сам неоднократно подчеркивал. Все верно. Производство требует вложений. Значит, в какой-то момент вот эти вложения должны окупиться. Инвестиционных вложений, да. На первом этапе, да. Но мы считаем, мы уже зарабатываем с учетом того, что у нас высокие операционные издержки на производство. Мы зарабатываем с этим учетом тоже. Если бы этого не было, мы вообще бы отлично зарабатывали. Но если мы производим вот эту хлебобулочную изделие, получается, конечно, дешевле намного, чем то, что будет производить в Италии, во Франции, да в Польше, неважно. И привезет сюда. Растомаживаться здесь, и здесь фирма еще будет на этом. Ну, конечно же, это очевидно, это элементарно. Вот, и... Понятно. Очень просто. Смотрите, у меня есть такой вопрос. Вот даже здесь на бумажке он у меня обозначен. Я когда готовился, мне было бы очень интересно услышать от вас на него ответ. А вы не думаете вообще, ну, в некий... Поскольку мы назвали, да, ваш нынешний бизнес демократичным, вы не думаете в некий другой сегмент? Со временем или, может быть, да, в ближайшем будущем перейти? Если это да, или если это нет, то почему? Ну, мы, наверное, не рассматриваем бизнес как демократичный или не демократичный. Мы любим очень ездить на различные выставки по миру и стараться искать какие-то интересные идеи на злобу дня. То есть важно всегда понимать, что клиенту это нужно. У нас... Мы занимались демократичным бизнесом, мы возили первые линии Валентина. Если кто-то не знает, сколько это может стоить. Балма платье может стоить 750 тысяч одно платье. Совсем не демократичный бизнес. Мы прошли, и шубы мы продали меховые, у нас были сети мультибрендовых магазинов первых линий. Азаро, ну, немеричи, бесконечные перечисления, у нас очень плотные отношения. Но мы поняли, для кого мы работаем, понимаете? Мы бы хотели работать для всех, а не только для самых богатых, по каким-то причинам достигших определенного положения. Нам хочется, чтобы наш проект был интересен тем широкому слою населения. И мы видим в обороте... Тем же бабушкам, о которых ты говорил. Это было бы замечательно. У нас подошел операционный директор, сказал, бабушка пришла, какая-то непонятная, давайте мы ее попросим. Ни в коем случае. Это показатель того, что мы востребованы на рынке. Она бы не пришла, даже вот, ну, не будем называть какие-то сети. А у нас она пришла. Минус 20% скидка, она пришла. Мы счастливы этим. Вот, мы не альтруисты, поверьте, мы коммерсанты. Но при всем при этом мы понимаем, на кого мы работаем. Мы считаем, что демократичный бизнес на злобу дня именно сейчас. Сейчас да. Сейчас нужен оборот большой. И если ты продаешь одну покупку или две, или десять в день с большой наценкой, маркапом, как дорогую мебель, фенди, то сколько на этом заработаешь? Что все это стоит и... Никого не нужно. Нужно кому-то. Кому-то, да. Кому-то, да. Вот, кому-то, кто, я не знаю, как эти деньги получил. И все это не наша история, пожалуй. По крайней мере, сейчас. Вот, поэтому... Молодцы, молодцы. Про бабушку меня очень тронул разговор. Давайте, осталась минута, буквально полтора минутки у нас. Давайте о перспективах. Что вы, как вы дальше смотрите в будущем? Ну, сейчас мы, не скрою, ищем новые помещения. Мы открыты к предложениям от собственников. Конечно, без агентств, как всегда. А вот, если кто-то хочет честного... Без посредников. Без посредников. Если кто-то хочет честного партнера, который не будет морочить голову, что будет делать ремонт полгода, сделать это за месяц, за полтора, то милости просим к нам. Да, также мы хотели бы порассмотреть регионы. Сейчас пишем пакет для тех, кто... Мне кажется, вам сам Бог велел, да, в регионы-то идти? Ну, знаете, в регионе все-таки принято питаться дома, потому что нет такой транспортной проблемы, как у нас, что нужно два часа ехать до работы и обратно. Все пришли, дома покушали, десять минут до дома идти. Это будет воспринято как технологичный проект. Но, тем не менее, все равно рынок регионов не настолько насыщен разными игроками. Я думаю, что все равно это достаточно перспективное направление. Может быть, в семь-пять раз аренда дешевле, конечно, что не может не рада. А может быть, и больше, может, в десять раз. А кто-то бесплатно, да, скажите, только вот, чтобы ко мне ходили сюда. Только сделайте, что здесь хорошее. Да, хорошее сделайте. Но нужно считать экономику и не ввязываться во все это без подготовки. А мы открыты к предложениям. Первое. Мы предлагаем всех нашу бруснику. Будем очень рады, если к нам придут «Российка-680» в строение бизнеса. Спасибо, спасибо. Юлия Артемьева, Павел Макрушин, основатель сети «Кафе Брусника». Спасибо огромное, друзья мои. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе.